Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Мои дорогие, сегодня великий праздник, сегодня праздник светлой и святой Пасхи. Я хочу поздравить вас с этим днём, пожелать вам всего самого доброго, всего самого светлого, здоровья, любви, гармонии в вашей душе, понимания в ваших семьях, благополучия, Божьей благодати. Пусть у вас всё будет хорошо. Я вас всех очень-очень люблю. Посмотрите, что творится за окошком. Посмотрите, какое буйство природы. Небо голубое-голубое, птички поют, всё оживает. Душа просто наполняется какой-то благодатью, радуется. Ну, хочется дышать. Сейчас сниму это видео и пойду немножко прогуляюсь в парк. Очень-очень красиво. У нас сегодня солнечно, тепло. Если у кого такая хорошая погода, выходите в парк, дышите, гуляйте, наслаждайтесь выходным днём. Сегодня хочу поделиться с вами своим процессом. Сейчас вот немножко ещё полюбуемся этой красотой. И я потом покажу вам, что я сейчас делаю. Вот она моя красота. Все, наверное, помнят. Вот эти мотивы. Мастер-классы есть на канале. Это треугольный мотив и квадратный мотив. Подробнейшие мастер-классы есть. И, как вы помните, я планировала связать опять тунику. Но, просчитав ниточки, вот они, эти акриловые ниточки, купленные мной по незнанию в самом начале своего творческого пути, я поняла, что мне их не хватит. Вот это вот все ниточки, которые здесь остались. Здесь также участвует ещё Анна-16. Вот она, итальянская ниточка. Это вторая ниточка вот в мотиве, да? Обвязанная. Обвязка. И ещё одна ниточка. Она очень созвучна с Анной-16. Вот она, Дэнди. Видите, как очень похожа. Ну, почему я сюда её применила? Потому что я стала соединять мотивы сеточкой. Кстати, вспомнила ирландское кружево. Так переживала, что у меня не получится. Но это, наверное, как научиться кататься на велосипеде. Вроде бы всё вспомнилось. Руки вспомнили. И вот эту сеточку я вязала Дэнди. Кто вяжет ирландское кружево, те, наверное, знают правило, что сеточка должна вязаться ниточкой тоньше, чем вязались мотивы. Конечно, и Дэнди здесь толстоватая ниточка, но всё-таки она тоньше, чем Анна-16. А другой, вот созвучной, у меня не нашлось. Поэтому вот связала сеточку Дэнди. И теперь у меня хватит, и даже останутся вот эти акриловые ниточки. Мне сейчас остаётся, в общем, один мотив всего связать квадратные со спины. Сейчас я переверну, всё расскажу. И, в принципе, топик будет готов. Так, топик, не знаю, сказала или нет, уже по второму кругу снимаю видео. Топик будет называться Гжель. Благодарю Ирочку, которая навеяла мне это название. Когда смотрела мастер-классы по вязанию квадратов, треугольников, сказала, очень похоже на Гжель. Ну, вот, наверное, так я и назову этот топ Гжель. Но я сегодня не только хочу этим с вами поделиться. Посмотрите, какая здесь красивенная кайма. Она просто королевская. Вот она. Вчера я нашла её в интернете. И просто обалдела от этой красоты. Ссылку на этот интернет-ресурс я дам под этим видео. Заходите. Под видео есть слово «Ещё кто не знает». Нажимайте туда. И там увидите ссылку на вот эту кайму. Там есть и схема. Я, конечно же, сейчас ещё подойду к компьютеру, покажу, как она выглядит. И расскажу о своих нюансах. Я немножко схему изменила. Вы потом увидите. У меня вот здесь вот изменения немножко есть. И вот эту треугольную кайму, так скажем, верхнюю, я вязала совершенно по-другому. Там просто воздушные петли. А у меня на базе наших знаний, когда мы вязали вот этот красивый мотив, кстати, из этого я тоже, из этих мотивов туника всё-таки планируется. Не знаю, правда, когда. У меня ещё платье из лентовочного кружева с следующим ходом будет, да. Но это я тоже хочу сделать. Так вот. Вот здесь вот мы вязали треугольную сеточку. Как её вязать, вы найдёте вот в этом мастер-классе по вязанию вот этого мотива. И вот эти знания я применила здесь. Я попробовала связать так, как по схеме, чисто из воздушных петель. Мне, честно говоря, не понравилось. Возможно, там ещё ряд обвязки нужен какой-то. Ну, не знаю. Короче, я сделала вот так. Кому, кто заинтересовался этой вот схемой и каймой, там, в принципе, ничего сложного нет. Но, пожалуйста, если вам нужен мастер-класс, я, конечно же, сделаю мастер-класс по вязанию вот этой каймы. Там есть один поворот. Возможно, ну, начинающим будет что-то непонятно. Но кайма очень красивая. Таким вот макаром можно связать вообще полностью тоже платье, юбку, кофточку какую-то летнюю, да что угодно. И вот, посмотрите, сейчас покажу идею. Вот вы видите, там прорисованное мыло прорисовало, как, по идее, должно это быть. А-ля американская пройма, по-моему, так называется эта пройма, как раз довяжется здесь вот вот это вот расстояние, там, наверное, сантиметров 6-7, которого не хватает, чтобы вот здесь вот закрыть область груди, да. То есть, вот этих трех мотивов, конечно же, не хватает. Но я не знаю, может быть, на какой-то размер сороковой может и пойдет. Мне не хватает. Поэтому вот здесь вот я опять же довяжу вот эту кайму. Вот она. И потом здесь тоже будет связана вот эта кайма, которая дальше со спины перейдет в бретельки. Сейчас я поверну свою колдунью, я так называю этот свой манекен, и вы увидите, как будет дальше. Но хочу сказать, вот эта кайма, конечно, много времени занимает. Такая кропотливая работа, но красиво, красиво получается. Стоит того. У меня даже сеточку быстрее получилось связать, чем вот эту кайму. Сейчас, одну секунду, поверну колдунью. Вот, смотрите, вот эти условные бретельки, которые будут состоять из этой же каймы, они пойдут вот так вот по спине. Они не будут спадать, потому что будет вот такое соединение с треугольником. И потом вот здесь, вот в этой области, я говорю, мне останется связать один четырехугольный квадрат, в смысле один мотив четырехугольный, и потом все это дело соединить сеточкой. Вот такая у меня задумка. А сейчас перейдем к компьютеру, и я покажу вам схему. Посмотрите, какая красота. Вот он, этот узор. Ой, что-то камера прыгает. Очень красиво, просто очень. Можно варьировать. Видите, как добавляете элемент, получаете совсем другой размер. То есть, можно вот так сделать. Какой-то элемент отняли, то есть убрали, у вас получилась кайма уже. То есть, настолько вот универсальная вещь. И вот таким образом, я думаю, даже можно связать какую-то ажурную кофточку или туничку. А вяжется достаточно просто. Просто муторно там вот эти вот пико, очень много забирает времени. Видите, сколько там пико. Но ажур получается очень красивый. Очень. Так что, вот, мои хорошие, если нужен вам мастер-класс по вязанию, пожалуйста, пишите мне, я тогда сделаю. Сейчас переключусь, покажу вам схему. Вот она схема узора. Видите, то, о чем я говорила. Вот они. Здесь просто воздушные петли. А я провязывала вот так вот, шла здесь в воздушке, 4 накида на крючок, провязывала 4 накида на крючок, еще раз 4 накида, не довязывая вот здесь, вот сюда вступала и провязывала все вместе. Ну, как в том четырехугольнике. Кому интересно, посмотрите. То есть, у меня сразу провязывалось два ряда. То есть, у меня вот это провязывалось и вот этот ряд провязывался Одним махом, то есть, я это делала. И вот то, о чем я говорила, вот этот вот поворот. То есть, вяжем столбики вот до этого места, делаем воздушки, прикрепляемся сюда, то есть, как бы назад возвращаемся. И потом обвязываем эти воздушные петли. То есть, одним махом мы провязываем сразу два ряда. Вот ряд столбиков без накида и ряд вот этих вот, вот этих элементов. А это потом еще один ряд пошел. Вот он, этот поворот, о котором я говорила. Дальше, когда мы обвязали, пошли вязать столбики с одним накидом, дошли вот до этой точки, потом сделали воздушные петли, вернулись вот сюда. Вот здесь прикреп не нужен, потому что, я не знаю, зачем они его здесь сделали, вот соединительный, его у меня здесь нет. И дальше пошли это столбики без накида обвязывать вот эту арочку. То есть, провязали столбики без накида, сделали воздушные петли, опять столбики без накида и пошли вязать столбики с накидом вот до этой точки. То есть, их у нас тут получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать или тринадцать? Я, по-моему, двенадцать вязала. Вот двенадцать столбиков провязали с накидом. Опять делаем воздушки, возвращаемся назад, делаем прикреп. Там, смотрим, сколько, раз, два, три, к четвертому столбику, возвращаемся, обвязываем эту нашу арочку, делаем воздушные петли в центре, опять столбики без накида и пошли вязать столбики с накидом. Ну вот, в принципе, я, наверное, и рассказала вот этот сложный, ну как сложный, для начинающих сложный момент, показала вам, как это вяжется. Если непонятно, пожалуйста, пишите мне в комментариях, я тогда вам покажу. Ну вот, мои хорошие, сегодня коротенькое видео. Я не сижу на месте, занимаюсь, вяжу каждый день, поделилась с вами своим процессом, жду ваши комментарии. Еще раз поздравляю всех со Святой Пасхой, всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока.